Процесс легализации в РФ непременно сопряжен с множеством формальностей и разделен на несколько этапов, одним из которых является получение разрешения на временное проживание. Безусловно, данный статус уже наделяет своего обладателя некоторыми правами, которые пока еще не могут сравниться с теми, которыми пользуются законные жители страны. Актуальным на фоне этого остается вопрос, можно ли выезжать из России с РВП. Временное разрешение на проживание – преимущество. Документ, который подтверждает право иностранного гражданина на временном основании находиться в рамках российской территории, наделяет его в равной мере как правами, так и обязанностями. Важно при этом помнить, что несоблюдение последних влечет за собой ответственность, ничем не отличающуюся по своей строгости от той, что предусмотрено для самих россиян. В то же время список прав для мигрантов значительно расширяется. Документ, который ограничен тремя годами. Это значит, что еще до его истечения необходимо решить, что вы намерены делать далее, оставаться в РФ или покидать ее пределы. Дальнейшее пребывание потребует дополнительных усилий, поскольку нужно позаботиться о последующей легализации своего статуса в форме вида на постоянное жительство. При этом документы на его оформление нужно подавать еще до того, как у РВП закончится период действия. Ежегодное подтверждение. Основное ограничение, которое распространяется на обладателей временного статуса, это запрет на изменение района проживания. Наличие РВП обязывает иностранцев все время находиться в поле зрения миграционной службы. Это выражается в ежегодном подтверждении своего присутствия в России. Происходит данная процедура в том же отделении миграции, которое выдал РВП. На все про все выделяется два месяца. Максимальный период задержки составляет полгода, но только при условии наличия серьезных оснований. Из документов понадобится заявление и документ, подтверждающий наличие доходов. Выезд за рубеж. Если за пределами России у вас остались незавершенные дела, или вы просто намерены отправиться в путешествие, спешим заверить, что никаких препятствий с выездом за российскую границу у вас не возникнет. Но некоторые тонкости все же соблюсти придется. Рассмотрим два варианта. Безвизовое государство. Здесь все предельно просто. Берете с собой паспорта, на всякий случай общегражданский и заграничный, РВП, чемодан, деньги, отправляетесь в путь. Визовое государство. Уже само понятие указывает, что понадобится получить визовый штамп. Для обладателей временного статуса он так и называется. Виза временно пребывающего. В остальном процесс ее получения выглядит идентично остальным разновидностям визы, то есть подаете документы лично и заблаговременно в консульство страны визита. Кроме того, перед поездкой необходимо проверить, есть ли у вас запрет на выезд. Он поможет узнать информацию о наличии задолженности по кредитам, штрафам, алиментам, услугам ЖКХ и проч. А также оценить вероятность запрета выезда за границу. Важно! При наличии РВП порядок въезда и выезда не имеет каких-либо уникальных особенностей, а вот период нахождения за российскими пределами строго ограничен. Это значит, что покинуть Россию на любой срок вы не можете. Максимальный период отсутствия равен шести месяцам в году. Этот срок не суммируется. Не больше полугода может продлиться один выезд. Затем иностранный гражданин должен будет вернуться в РФ, а вот выехать в следующий раз он уже сможет только по прошествии следующих шесть месяцев. Даже если вы выехали за рубеж на две недели, следующий отчет положенных шесть месяцев начнется с самого начала. Нарушение миграционного предписания наказуемо. Выражается это в аннулировании временного статуса, что станет поводом для выезда из Российской Федерации, поскольку никаких других законных оснований пребывания в стране у вас больше не. Будет? В следующий раз процесс легализации придется начинать заново, но не ранее, чем через год после лишения вас РВП. Но и само собой разумеется, в следующий раз получить документ на временное проживание будет уже сложнее в связи с испорченной репутацией. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!